Христос Воскресе! Дорогие телезрители! Сегодня, 2 мая, Православная Церковь совершает память святителя Трифона, патриарха Константинопольского. Святитель Трифон, патриарх Константинопольский, с юношеских лет был иноком и отличался кротостью, незлобием, полной покорностью воли Божией, твердой верой и любовью к Церкови. В то время в Византии правил император Роман, который хотел возвести на патриарше престол своего младшего сына Феофилакта. Когда скончался патриарх Стефан, Феофилакту было всего лишь 16 лет. Император предложил преподобному иноку Трифону стать местоблюстителем патриаршего престола до возмужания Феофилакта. Преподобный Трифон кротко принял на себя тяготы патриаршего служения и в течение трех лет мудро управлял Церковью. Когда Феофилакту исполнилось 20 лет, император предложил преподобному Трифону отказаться от патриаршего престола. Преподобный Трифон не считал возможным передать престол неопытному юноше и отказался исполнить это. Император не находил предлога к устранению преподобного Трифона, так как жизнь его была безупречна. Тогда Роман воспользовался коварным советом епископа Кесарийского Феофила. Этот епископ отправился к преподобному Трифону и лицемерно стал уговаривать его не соглашаться с императором и не уходить с патриаршего престола. Он стал советовать преподобному Трифону заранее принять меры предосторожности и опровергнуть мнение императора о его неграмотности. Для этого епископ Феофил коварно предложил преподобному Трифону написать на чистом листе свой полный титул и передать императору. Не подозревая обмана, бесхитростный святитель на соборе епископов взял чистый лист и поставил на нем свою подпись «Трифон, милостью Божию, архиепископ Константинополя, Нового Рима, Вселенский Патриарх». Когда эту бумагу передали императору, он приказал выше подписи святителя написать «Я уступаю патриарше место не по другой какой-либо причине, а лишь потому, что считаю себя недостойным этого сана». Когда этот подлог был прочитан в присутствии императорских сановников, слуги вывели святителя Трифона из патриаршего дворца. Преподобный Трифон терпеливо перенес совершенный над ним обман и вернулся в свой монастырь. Он прожил в нем скромным иноком два с лишним года до самой кончины, которая последовала в 933 году. Тело его было перенесено в Константинополь и погребено в гробнице патриархов. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Иоанна Ветха Пещерника, блаженной Матроны Московской, мучеников Феоны, Христофора и Антонина, священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского, святителя Георгия Исповедника, епископа Антиохии Песидийской, преподобного Никифора Игумена, святителя Виктора Исповедника, епископа Глазовского. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церкови сегодня, я сердечный тепло поздравляю с днем тезимеництва. Благожелаю вам от воскресшего Христа, жизнодавца, мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Воистину воскресе Христос! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова